Предоставить слово вам, потому что, хоть я и работала с документами, но вы были очевидцем, а я в это время еще, собственно, как и тогда тоже, даже не была в живых, скажем так, да, я могу говорить только, что, Борис Михайлович, вы хотите, чтобы я что сказала о Театре Советской Армии? Ну, пожалуйста, я, хорошо, если, значит, вы мне даете время, я говорю. Театр Советской Армии для меня, вообще, вызывает во мне сложные отношения, вообще, вот сам по себе это театр, очень болезненные отношения, потому что театр, который создавался и очень точно отразил нашу историю, таким великим режиссером, каким был Алексей Дмитриевич Попов. Кстати говоря, соученик Сушкевича по первой студии. Фигура совершенно, ну, по своему масштабу даже, ну, непревзойденная, скажем так, очень крупная фигура. Именно он, собственно говоря, Вахтанговский театр сделал Вахтанговским театром, потому что, если бы не Алексей Дмитриевич Попов, неизвестно, чем бы закончилась вся эта экспериментальная третья студия с постановками а-ля Вахтангов. Вы знаете, история театра полна тайных загадок, и театры эти свои тайны хранят, хранят очень крепко. До сих пор мы не можем получить внятного ответа на вопрос, почему Алексей Дмитриевич Попов из театра ушел. Ну, Людмила Ивановна Касаткина рассказывала просто, когда он пришел получать зарплату, подошел к окошку бухгалтерии, а бухгалтер в окошко ему сказал, Алексей Дмитриевич, а вы у нас больше не работаете. Вот так он был уволен. Это факт. Как вы понимаете, причина не в том, что что-то произошли, какие-то разногласия или какие-то капризы режиссера. В такого рода театре так вот уйти довольно сложно. Тем более, что Алексей Дмитриевич Попов, насколько мне известно, создавал замечательную команду режиссеров. Он ведь не только сам ставил спектакли, а с ним работали замечательные режиссеры Тунгель, Акунчиков и Буфанухин. Он их пестовал. С ответ. Да, но это вам уже лучше известно. Да, вот я могу что-то сейчас забыть. Я знаю, что он очень внимательно следил за артистами труппы. И режиссеры должны были в конце сезона писать такие рапортички на каждого актера театра в творческую характеристику. В которой они должны были учитывать его былые заслуги, его перспективы на следующий сезон, его возможности, переход в другие возрастные категории. То есть он был блестящий руководитель театра, который строил театр. И вот эту должность главный режиссер реализовывал в полной мере.